здравствуйте меня зовут петренко анатолий владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем плк контроллер электронику электротехнику сегодня продолжим наше знакомство с плк от конструкторского бюро агава это у нас плк 50 так выглядит данный контроллер и давайте продолжим реализацию проекта автоматизация досветки растений в теплицах я работал в тепличном хозяйстве и дежурил на досветке растений в определенное время которое устанавливается агрономом было необходимо включить досветку растений досветка делилась на несколько секций использовались натриевые лампы и при включении досветки натриевые лампы выделяют большое количество тепла автоматика не успевает быстро отреагировать на такое изменение температуры и происходит повышение температуры до нежелательных для технологии выращивания растений показатели температуры поэтому досветка включалась поэтапно то есть мы включали одну секцию там через до заданное время например это было 15-20 минут включали следующую секцию и ждали еще 15-20 минут вы включали следующую секцию количество секций зависит от площади некоторые засажена рассада вот он допустим на тепличном хозяйстве где я работал растение высаживались таким образом чтобы досветка работала на этапе выращивания рассады а уже когда рассада вырастет подразумевалось что светового дня уже будет достаточно для нормального фотосинтеза растений ну и давайте рассмотрим реализацию данной задачи в прошлом видео мы прописали вот такой код программы взяли его из примеров от конструкторского бюро агала этот код программы позволяет нам прочитать часы реального времени контроллера мы можем прочитать на текущий час минуту секунду ну и соответственно дату ну в данном случае нас интересует время дата нас пока не интересует давайте зайдем устройство произведем сканирование сети обнаружен наш контроллер окей подключимся контроллеру загрузим программу и здесь наблюдаем вот у нас переменная в которой мы это отображаем значение секунды значение минуты и значение часы с текущим временем не совпадает соответственно нам будет необходимо произвести настройку часов реального времени контроллера но в следующих видео мы рассмотрим пример от конструкторского бюро агала там мы можем посмотреть как это сделать а сейчас реализуем следующую задачу для того чтобы нам включать досветку определенное время нам нужно сделать уставки и уставки конечно желательно чтобы они были энергонезависимыми энергонезависимость заключается в том что при отключении питания от контроллера значение тех уставка уставок должно сохраниться ну и также нам нужно будет уставки сохранять время отключения досветки и досветку будем отвечать также поэтапно потому что при резком отключении освещения будет существовать угроза понижение температуры то есть автоматика которая управляет климатом может не успеть сработать и и будет понижение температуры до нежелательных значений для того чтобы организовать хранение уставок энергонезависимые в области энергонезависимых переменных нам необходимо указать место хранения данных переменных давайте зайдем менеджер библиотек и посмотрим а для того чтобы иметь возможность указать место хранения энергонезависимых переменных у нас должна быть подключена библиотека агава плк она уже подключена так как мы работаем с часами реального времени контроллера но если будет не подключена то зайдем добавить библиотеку в смешанных библиотеках находим библиотеку агава плк от конструкторского бюро агава дальше здесь мы можем ее выбрать раскрыть и здесь у нас есть папка функциональные блоки открываем и вот нас интересует t retain storage функциональный блок здесь мы видим входы выходы данного функционального блока можем почитать для чего они предназначены здесь вот n storage device место хранения retain переменных dfsd это место хранения на sd карточку дальше save filter time здесь мы период сохранения видим ну дальше мы можем в документации почитать для чего нужны эти переменные давайте вернемся в программу плоси prg нажмем l2 на клавиатуре здесь вот изначально у нас высветится вот это вот вкладка переменные мы должны перейти функциональные блоки агава плк и здесь найти наш функциональный блок retain storage здесь также есть описание данного функционального блока нажимал ok поскольку вот и retain storage это у нас функциональный блок программе мы можем пользоваться экземплярами функционального блока давайте сделаем следующее присвоим имя этому функциональному блоку t retain storage 1 я уже работал здесь с программой если данный функциональный блок не объявлен в редакторе объявлений переменных то у нас при компиляции при компиляции возникнет ошибка вот можем посмотреть какая будет ошибка индикатор retain storage 1 не задан вместо retain storage 1 требуется имя программы функции или экземпляра функционального блока давайте скопируем имя данного функционального блока вставим в поле объявления переменных и функциональных блоков здесь поставим двоеточие и это у нас будет t retain storage функциональный блок дальше попробуем произвести компиляцию компиляция прошла успешно и что меня интересует в данный момент меня интересует задание место хранения переменных а все остальные настройки данного функционального блока могу оставить без изменений это задача которая мне необходимо будет выполняться здесь вот мы прописываем согласно инструкции и n storage device здесь вот пишем е н ставим точку и выбираем место хранения будем сохранять на sd карте контроллера sd карта предваритель предварительно должна быть вставлена плк произведем компиляцию ошибок не обнаружено и дальше нам необходимо объявить его область хранения энергонезависимых переменных для этого пропишем в редакторе объявления переменных вар вар ретейн и эндвар вот все что будет находиться между вар ретейн и эндвар будет сохраняться в энергонезависимой памяти контроллера в данном случае вот на этом устройстве то есть это sd карта пробуем произвести компиляцию компиляция проходит успешно ну и соответственно здесь мы можем объявить наши переменные ну допустим это будет переменная час час включения досветки тим переменной вар ставим двоеточие идти переменной вар дальше у нас будет минута включения досветки будет секунда включения досветки ну и дальше нам нужны будут примерно такие же переменные которые в которых будет храниться уставка отключения то есть здесь мы поменяем ну давайте как раз посмотрим ошибки какие могут быть ошибки произведем капилляция вот у меня несколько раз я объявил однотипные переменные и смотрим что у нас выдает капиллятор локальная переменная с именем час включения досветки уже задано ну здесь соответственно напишем отключения произведем капилляцию ошибки не обнаружено и давайте дальше еще у нас будет переменный интервал 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 включение ну так же досветки тип word и интервал отключения досветки произведем компиляцию можем сохранить наш проект и здесь уже можем прописать условный оператор и если то то end if и здесь пропишем ну допустим мы будем инициализировать включение досветки то есть если у нас час включения досветки вернее вот это вот переменная час равна уставки включения досветки знак равенства и секунды операция операция битого умножения операция битого умножения дальше минуты вот это вот переменная если у нас минус равна уставки минута включения досветки и секунды вот это переменная секунды равна секунды включения досветки ну давайте объявим переменную это переменная у нас будет не энергозависимая ну допустим она будет дискретной переменной и это будет переменная пуск включения досветки с типом бул если у нас будет совпадать час с уставкой час минута будет совпадать с уставкой минуты секунды будут совпадать с уставкой секунды то это переменная будет присвоено значение трое ну если проще говорить говорить то включить да то есть мы запустим процесс включения досветки соответственно сразу же можем включить первую секцию а потом уже с интервалом заданным интервалом включать следующей секции произведем компиляцию мы попробуем загрузить программу контроллер здесь видим час уставка 0 мы предположим также зададим текущее время 19 часов здесь мы видим минуты 36 ну допустим пусть это будет 37 минут и предположим 45 секунд отладка записать значение видим у нас идет подсчет секунд вернее отображение текущей секунды когда будет 45 секунд у нас теперь переменная пуск включения досветки приобретет значение true или по-другому включена мы запустим процесс включения секции досветки так смотрим 45 секунд то есть время 19 часов 37 минут 45 секунд было и в этот момент у нас происходит включение то есть происходит запуск включение процесса досветки ну а дальше мы уже следующих видео реализуем настройку часов и реализуем поэтапный запуск с количеством заданным интервалом а это небольшое видео завершаем спасибо